По этому слову предоставляется заведующему секретарем Ассамблея Нового Казахстана, администрация президента Аркопенко Леонидовича. Спасибо. Благодаря председательству Казахстана ОБСЕ становится ведущим политическим трендом на всем пространстве этой организации. Должно у нас, что сегодня в центре евразийского субкотинента обсуждаются проблемы взаимодействия культуры и цивилизации. Выработка подходов к мировому дискурсу по проблемам этно-фиксиональных отношений свидетельствует о широкой заинтересованности мировой общественности в выработке новых моделей межриднических и межкультурных контактов. Переход от топов к многополятному миру привели к тому, что на смену топовой конфронтации пришли региональные, межнациональные, межриднические и межридезные конфликты, причиной которых являются агрессивная интервивность и ксеногобия. В этой связи провозглашение Казахстана в качестве одной из целей председательства ОГСЕ – формирование новой парадигмы безопасности, основанной на поддержании эффективного диалога культур в условиях многообразия этнических, конфессиональных традиций и ценностей, является выверенным шагом, опирающимся на собственный конструктивный опыт организации межкультурного и межконфессионального диалога как внутри страны, так и на подсоветском пространстве. И этот опыт подсказывает, что альтернативы диалогу культур как одного из главных факторов стабильности пути к миру и согласию не существует. В данном контексте девиз казахстанского – 19-й год, годом единственной приемности поколений, 2000-й год – годом поддержки культуры. В эти годы осуществлен комплекс «Мир» направлен на возрождение языков, культур и традиций казахстанских эдносов, интеграцию единого культурного поля Казахстана, воспитание и толерантности, что позволило превратить политичность казахстанского общества из фактора риска в стратегический ресурс. Ассамблея народа Казахстана – конституционный орган, который соединяет возможности гражданского общества и государства, обеспечивает представительство интересов эдносов на всех уровнях исполнительной власти, а также и гарантированное право-парламентское представительство. В совокупности это сформировало тот особый климат доверия казахстанских эдносов друг к другу, а также к национальной политике главы государства. Поэтому неудивительно, что на протяжении всех последних лет социологические опросы показывают высокий рейтинг президента Казахстана у всех казахстанских эдносов. Второе. Принцип традиций, оснащающий приверженность основополагающим ценностям ОПСЕ, правам и свободам человека, последовательно реализован в рамках законодательной базы в сфере религинических отношений и осуществленной практики. Конституция 1995 года законодательно закрепила рейтинг по всех граждан перед законом, независимо от этнической принадлежности. А пункт 2. Конституции признал, что любые действия, способные нарушить межречническое согласие, являются неконституционными. В конституции транспорентности, свободы от двойных стандартов и разделительных гений, национально-конструктивное сотрудничество реализуется через упомянутый уже принцип единства многообразия. Глава государства отмечал, единство национальных культур нашей страны является базой зарождения нового культурного феномена в пространстве Средиземной Азии. А также оригинальной и весомой частью современной культуры Евразийского континента. Это колоссальное богатство, которое мы должны сохранить и передать нашим потомкам. Диалог культур и цивилизаций, высокий уровень толерантности нашего общества, восходит корнями к традициям открытости истин, гостеприимства, великой степи во все веки века являвшейся глобальным коммуникационным мостом между народами на Евразийском континенте. Это сформировало у казахского народа толерантное отношение к ценностям других культур и цивилизаций, заложив основу межкультурного диалога. Поэтому на 14-й сессии глава государства указал и на Западе, и на Востоке ценят наш уникальный опыт, наше достижение вопросов согласования интересов и защиты прав этносов. Уверен, чем больше стран будет использовать наш опыт общественного диалога и межкультурного согласия, тем безопаснее станет весь мир. И, наконец, четвертый, тесно связанный с предыдущимым принципом толерантности, является отражением глобальных трендов по укреплению межкультурного диалога, таких как Международный год движения культур, Альянс реализации, делая диалог Запад-Восток и Европейский год межкультурного диалога. Это диалога культур, формирующего культуру мира и ненасилия, формула достижения которой сегодня ищет весь мир. Спасибо за внимание. Спасибо.